МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы Бардачок – Харьковская муниципальна страховая компания. Мы повертаем вытраченные деньги. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов Бардачок. И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Есть несколько перекрестков в городе, которые лично я всячески стараюсь избегать. Уж очень там проблемно бывает проезжать. И одним из таких перекрестков является пересечение улицы Академика Павлова и Салтовского шоссе. На самом деле проблемы в этом месте возникают только при повороте налево. При проезде прямо – ни малейших затруднений. Да и с поворотом сложно, только если поворачивать налево с Салтовского шоссе в сторону Московского проспекта. Вот этого маневра я и опасаюсь. Здесь всегда много желающих проехать в том направлении. Порой очередь, ожидающих возможности повернуть, растягивается метром на 200-300 от перекрестка. И что интересно, встречные водители, которые выезжают в Семиградской, таких проблем не имеют. А все потому, что режим работы светофора на перекрестке заточен как раз под них. Обратите внимание, зеленый сигнал при движении со стороны Семиградской горит 28 секунд. А встречным, которые едут с Салтовского шоссе, только 21 секунду. Разумеется, за меньшее время. Повернуть могут меньше машин. При том, что включается зеленый сигнал этим и другим одновременно. Почему же возник такой перекос? Ну, видимо, потому, что при настройке светофора специально обученные товарищи ориентировались на вечерний час пик. Когда основной поток через перекресток идет со стороны центра, то есть со стороны Семиградской. Вот под этот поток и настроился режим работы. А ведь в первой половине дня ситуация абсолютно иная. С утра движение транспорта интенсивно именно во встречном направлении. Из-за несимметричного светофора на перекрестке постоянные проблемы. Водители, которые поворачивают налево с Салтовского шоссе, выезжают на перекресток и останавливаются, чтобы пропустить встречных. А встречные все едут и едут. И возможность повернуть возникает только когда зеленый загорается уже для едущих по Академика Павлова. То есть реально успевает проскочить поворот 5-7 машин. Ну, максимум десяток. А остальные остаются стоять на перекрестке, реально мешая проезду. Опять же, из-за столь неспешного движения постоянно находятся самые хитрожелтые, которые норовят повернуть справа ряда налево. Такие либо мешают проезжать прямо, либо, что гораздо опаснее, упираются в поворачивающих встречных. Поэтому ДТП на данном перекрестке, увы, не редкость. А чтобы облегчить поворот налево для одних и не осложнить его для других, есть как минимум два варианта настройки режима работы светофора. Режим оптимальный. Менять время горения зеленого сигнала в зависимости от времени суток. Например, утром зеленый горит дольше для едущих по Салтовскому шоссе, а вечером увеличить продолжительность зеленого сигнала для встречных, едущих от Семиградской. Главное точно установить, когда начинается это самое вечером. Второй вариант более прост и не требует сложных вычислений глобальной перенастройки светофора. Нужно вместо лишних 8 секунд, что горит зеленый для едущих с этого направления, включать красный всем. Напомню, что при включении запрещающего сигнала водители, которые выехали на перекресток при разрешающем сигнале, должны закончить маневр. А когда горит красный, едущие прямо уже не будут создавать помех для встречных поворачивающих налево. И они спокойно завершат маневр. Думаю, что при такой симметричной работе светофора с горящим красным для всех сразу, проблем на перекрестке существенно убавится. Если кто-то пропустил, то напомню, что рынок новых автомобилей в Украине по объемам продаж скатился на уровень 60-х годов прошлого века. А вот торговля бэушными машинами пока еще чувствует себя неплохо. В феврале на вторичном рынке автомобилей в Украине статистика отмечает рост продаж по сравнению с январем плюс 18%. Вполне нормальное явление. В январе после долгих праздников мало кто готов покупать машину. Так вот, из всех авто, купленных не новыми в феврале, 2203 единицы были свежепригнанными из-за границы. То есть ставились на учет впервые. Лидерство среди этих машин уверенно удерживает марка Рено. 234 штуки. На втором месте шестой месяц подряд Volkswagen 137 штук. На третье место с результатом 81 автомобиль вышел Opel. В классе коммерческих авто также Рено сохраняет лидерство с результатом за февраль 322 штуки. На втором месте Mercedes 237 штук. На третьем Volkswagen с итогом 181 машина. Всего с начала года украинцы ввезли в страну 4131 машину. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, статистика отмечает заметный спад, объясняющийся просто. Введенное ограничение, фактический запрет на ввоз в Украину транспортных средств, не отвечающих экологическим нормам Евро-5. Выбор резко сузился, а средняя цена покупки заметно возросла. Так что же лучше всего пригонять из Европы? На этот вопрос есть ответ немецкого института DECRO. Ежегодно DECRO публикует свой рейтинг надежности поддержанных автомобилей. Он основан на изучении технического состояния машин, проходящих осмотр. В этот раз в поле зрения исследователей попало 474 модели различных производителей, продающихся в Европе. В зависимости от количества неисправностей, выявленных за два года, каждой модели присваивается определенный коэффициент надежности. Чем он ближе к сотне, тем машина надежнее. Для более объективного результата все проверенные автомобили разделены на три категории по пройденному километражу. До 50 тысяч, от 50 до 100 тысяч и свыше 100 тысяч километров пробега. Самым надежным поддержанным автомобилем в первом классе в этом году стал Audi A6. Во втором – Mercedes-Benz E-класс и в третьем – Audi Q5. Если же рассматривать итоги исследования по классам автомобилей, то зачетная таблица выглядит следующим образом. В классе компактных машин лидирует Toyota Yaris. В самом массовом – C-классе – самой надежной стала Honda Civic. В среднем или D-классе победа досталась Volvo S60. В бизнес-классе лучшим признан Mercedes-CLS. Среди кроссоверов и внедорожников самым надежным также стал Mercedes. А среди микроавтобусов победа присуждена Renault Master. Вот с оглядкой на эти вполне объективные данные и следует выбирать, что же лучше всего пригонять из Европы. 21 марта с конвейера стеклянной мануфактуры в Дрездене сошел последний экземпляр модели Volkswagen Phyton. Ровно 14 лет компания пыталась доказать, что народный автомобиль может быть и представительского класса тоже. Однако, судя по результату, не получилось. Показав в Женеве в 2002 году модель Phyton, компания Volkswagen вторглась в новый для себя сегмент представительских седанов. Помимо Mercedes S-класса и BMW 7 серии, Phyton стал конкурентом и для собрата по концерну Audi A8. Для привлечения внимания к своей новинке, Volkswagen запустил самый необычный автозавод – стеклянную мануфактуру в Дрездене, где клиент мог наблюдать процесс создания выбранного им Phyton. Сборка проводилась фактически вручную, что придавало автомобилю определенный шик. Внешность машины никаких особых изысков в себе не таила. Типичный представитель Volkswagen, но правда на совсем другом уровне. Для представительского авто гораздо важнее внешности оборудование отделка салона. Здесь, как и положено, цирили кожа и натуральное дерево. На центральной консоли расположен многофункциональный 7-дюймовый дисплей, способный работать в качестве ТВ-приемника. Он обслуживает бортовой компьютер, навигационную и аудиосистему, круиз-контроль. Панель приборов отличается оригинальностью и отделана хромированными ободками. Передние сидения в версии W12 имеют 18 регулировок, а также встроенные системы вентиляции и массажа спины. Задний диван, пожертвовав одним из посадочных мест, превратили в два роскошных кресла. Они разделены консолью с откидным подлокотниками. Система облегченного доступа автоматически отодвигает кресло при открывании двери. Аудиосистема работает в трех режимах. Студио, сараунд и концертный зал. В базовую комплектацию также входит четырехзонная система климат-контроля. И каждый пассажир может установить свой собственный микроклимат. Для особо взыскательных клиентов также предлагалась удлиненная версия седана. 15 дополнительных сантиметров приходились как раз на самую заднюю часть салона. Особую роль в комфорте играет подвеска Фаэтона. Она пневматическая и наделена датчиками высоты на каждом колесе. Электроника автоматически меняет положение кузова в зависимости от условий движения и загрузки автомобиля. Также водитель мог менять жесткость подвески в широком диапазоне. В движение Фаэтон приводился V-образными моторами числом цилиндров от 6 до 12 и объемом от 3 до 6 литров. Трансмиссия на большинстве выпускаемых Фаэтонов устанавливалась полноприводная с автоматической коробкой. В топовой версии машина разгонялась до сотни чуть больше, чем за 6 секунд. Однако все эти технические прелести и роскошный по меркам Фольксвагена салон не смогли избавить Фаэтон от привкуса народной марки. В общем, клиенты не оценили. Концерн вложил в разработку престижного седана больше миллиарда долларов и рассчитывал, что сможет продавать около 20 тысяч машин ежегодно. На деле спрос на автомобиль был ощутимо ниже. И в последние годы речь шла максимум о 6 тысячах машин в год. Эксперты рынка некоторое время назад озвучили статистику, согласно которой Фольксваген терял на каждом собранном Фаэтоне не меньше 28 тысяч евро. И включили престижный седан в тройку наиболее убыточных европейских автомобилей. Выпуск модели решено было прекратить, а на стеклянной мануфактуре устроить музей. Но от идеи народного автомобиля представительского класса компания не отказывается. Персонал сборочной фабрики не увольняют. Приемник Фаэтона может увидеть свет уже в 2018 году. Будет ли он более успешным, покажет время. После того, как технологии производства мощных светодиодов сделали доступными полупроводниковые источники света для автомобилей, производители машин устроили соревнования по выпуску головной оптики с матричными источниками света. Светодиоды, в отличие от привычных галогеновых или газоразрядных ламп, имеют несколько важных достоинств. Они потребляют намного меньше энергии при сравнимом световом потоке. Позволяют создавать фары любой формы и имеют просто огромный срок службы по сравнению с теми же лампами. Кроме того, светодиодами довольно просто управлять, изменяя распределение светового потока. Все это и заставило автопроизводителей начать внедрение светодиодов в осветительные приборы машин. Вначале это были только задние фонари, но постепенно полупроводники добрались до фар ближнего и дальнего света. По мере удешевления технологий, светодиодные фары постепенно кочуют из оптики премиум моделей на обычной демократичной марке. Недавно компания Ford объявила о разработке новой системы управления головными фарами, которая позволяет не ослеплять дальним светом водителей других машин без переключения на ближний. Технология получена званием Glara Free High Beam. Функция работает вместе с адаптивными светодиодными фарами головного света, которые меняют направление светового потока и его интенсивность в зависимости от скорости естественного освещения, угла поворота и дистанции до других машин. Специалисты Ford выяснили, что водители на трассе из-за большого количества встречных машин все реже используют дальний свет, надоедает переключаться. Машины часто едут на ближнем, что при высоких скоростях может послужить причиной аварии, если водитель вовремя не заметит опасности. Вот эту проблему и призван решить новая фордовская система. Glara Free High Beam позволит забыть о подобных переживаниях и максимально увеличить применение дальнего света без ущерба для прочих автомобилистов. А мягкая смена настроек позволит глазам водителя максимально быстро адаптироваться к изменениям освещенности. Функция Glara Free High Beam использует камеру на лобовом стекле, которая в темное время суток следит за фарами встречных машин и за задними фонарями впереди идущих автомобилей на расстоянии до 800 метров. По мере приближения к другому транспортному средству система автоматически перенаправит лучи фар дальнего света чтобы избежать ослепления встречного водителя, а затем вернет прежние настройки. Благодаря матрице светодиода в фарах система переключая их определенным образом умеет буквально вырезать другие машины из светового потока собственных фар. Быстродействия вполне хватает для реагирования на скоростях до 250 км в час. В отличие от аналогичных систем Audi и BMW фордовская разработка существенно дешевле. Система Glara Free High Beam уже стала доступной для минивэнов S-Max и Galaxy, а чуть позже она появится на кроссовере Edge. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла. Субтитры сделал DimaTorzok